Чем чревато прикосновение к гимпи-гимпи? Как желание восстановить сельское хозяйство превратилось в настоящую катастрофу? Чем опасна хура? И как устроен механизм венериной мухоловки? Смотрите в этом выпуске, и сегодня вы увидите самые опасные растения в мире. Рафлезия Так называется одно из самых эффектных и в то же время известных растений-паразитов. Большую часть своей жизни оно проводит в тканях растения хозяина, но давайте поговорим об этом чуточку позже. Пока я расскажу вам, почему рафлезия вообще так называется. Это растение было открыто в дождевых лесах юго-западной части острова Суматра. Почетный член экспедиции доктор Джозеф Арнольд нашел удивительно огромный яркий цветок, который, казалось, рос прямо из земли и почему-то попахивал гнилым мясом. Местные, как позже выяснилось, уже давно про него знали, но иметь с цветком что-то общее не собирались. Совпадение или нет, но их опасения подтвердились. Доктор Арнольд вскоре скончался от лихорадки, и один за другим от нее же умерли четверо его близких. Ну а назвали же паразитов в честь первооткрывателей Томаса Стэмфорда Рафлза, возглавлявшего экспедицию, и Джозефа Арнольда, помогавшего ему. Люди, посмевшие вступить в контакт с этим растением, отправились на тот свет, а этот пестрый монстр продолжает себе жить припеваючи. Он паразитирует на стеблях и корнях растений, жадно воруя их питательные вещества. Причем Рафлезия оказалась настолько наглой, что она даже не отращивает никаких стеблей или листьев, а просто вкушает все то, что ей дают лианы, на которых она растет. Семечко, попав на необходимое растение, прорастает и проникает корнями внутрь тканей растения хозяина, после чего вся наружная часть проростка отмирает. Там цветочек активно растет, набирается сил, и через три года снаружи появляется огромный бутон, который раскроется через полгода. И поверьте, проворонить этот момент буквально невозможно. Раскрывшееся чудо света будет источать из себя невыносимый запах гнили, который вместе с интересным внешним видом станет притягивать к себе насекомых одно за другим. По центру цветка находится диск с жуткими выростами, а на них пыльца. Если Рафлезию успеют опылить, в ней завяжутся ягоднообразные плоды. Ну что, может хоть плоды будут вкусными и интересными? А вот и нет. Это настолько нахальное растение, что оно даже свои плоды не делает вкусными. Внутри ягоды находится сотня тысяч семян, погруженных в вязкую и липкую субстанцию. Когда какое-нибудь животное случайно раздавит такую ягоду, семена прилипнут к его ногам и распространятся в другое место. Там история повторится, вырастет новый цветок, его опылят, появятся плоды и все пойдет по кругу. Надеюсь, что Рафлезия не такая бесполезная, какой кажется на первый взгляд. Люди попытались использовать ее в медицине, но это совершенно ни к чему не привело. Гимпи-гимпи Название нашего следующего гостя звучит гораздо более позитивно. Кажется, что вот это растение ну точно будет красивым и полезным. Хоть и немного опасным. Эээ, как вам сказать. Гимпи-гимпи и правда звучит позитивнее. Вот только на этом его плюсы относительно Рафлезии заканчиваются. Более того, встреча с жалящим деревом, так по-другому называют нашего гостя, я бы не пожелал даже злейшему врагу. Этот крупный кустарник растет в тропических лесах и рядом с ними. В высоту он обычно не менее трех метров, но иногда вырастает и до всех десяти. Листья у гимпи-гимпи крупные, в длину по 12-22 сантиметра каждый. Они отличаются зубчатыми краями, заостренным кончиком, а также сердцевидным основанием. Взглянув на них впервые, ни один адекватный человек не захочет испытать свою удачу и дотронуться. И будет абсолютно прав, ведь в мире то и делают, что ходят легенды о жутких состояниях людей, которым не посчастливилось прикоснуться к этому кустарнику. Состав токсина гимпи-гимпи до сих пор волнует многих ученых. В Министерстве обороны Австралии некоторое время даже рассматривалось предложение использовать яд этого растения в качестве биологического оружия. Вот только если и создавать что-то подобное, сперва надо иметь на руках противоядие, лекарства для всех тех, кто будет поражен этим токсином. И вот тут-то начались первые проблемки. Дело в том, что разобраться с формулой растительного токсина ученым все никак не удавалось. В гимпи-гимпи содержались те же вещества, что и в крапиве, однако разница в эффекте от ужаливания была колоссальной. В случае с нашим ядовитым кустарником на коже появляются красные пятна, которые вскоре сливаются в сплошную опухоль. Но неприятный внешний вид – это самое малое, что должно волновать человека. Те, кому довелось быть ужаленными, описывают боль как сочетание обильного химического ожога с воздействием разрядов тока. Тончайшие волоски растения, содержащие смесь токсинов, впиваются в кожу и обламываются, оставаясь там надолго. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что если не оказать человеку своевременную помощь, его могут досаждать боли на протяжении нескольких месяцев. В организме поднимается температура, начинается ломка суставов, а еще воспаляются лимфатические узлы. И все из-за какого-то там прикосновения к маленькому листочку. Подумать только. Онга-онга. Так называется эндемичный вид крапивы в Новой Зеландии, о котором у нас пойдет речь. Эта штука похожа по своему свойству на гимпи-гимпи, только выглядит иначе. Онга-онга имеет древовидный ствол и большие жгучие колючки. Вырастает же этот ужас до пяти метров в высоту. Говорят, что малейшее прикосновение приводит к образованию болезненного ожога. Из-за крапивного дерева погиб по крайней мере один человек, а также несколько собак и лошадей. При этом по химической составляющей крапивное дерево практически ничем не отличается от привычной крапивы и содержит гистамин и муравьиную кислоту с одним большим «но». Этих веществ в этом растении запредельное количество. Гистамин, например, это такое соединение, отвечающее за зуд. Именно при попадании гистамина в организм у нас возникают волдыри. Второе вещество, то есть муравьиная кислота, это бесцветная жидкость со специфическим запахом, которая вызывает раздражение. При попадании на кожу человек ощущает боль, хотя считается, что муравьиная кислота в малом количестве, напротив, вместо шока или судорог, обеспечивает лучшее кровообращение и поспособствует уменьшению тромбов. Хотя, кому какое дело до мизерных доз. Вонга-онга, как я уже сказал. Лошадиные пропорции. Поэтому лучше с этим растением не связываться. Я бы с чокнутыми не связывался, себе дороже. Кстати, я сказал не связываться, и почему-то сразу же вспомнил удивительную историю про борщевик Сосновского. Не слышали о ней? Впервые слышу. Сейчас расскажу. В СССР сильно любили масштабные эксперименты по преобразованию и улучшению окружающей среды, а также ее адаптации к потребностям экономики. Вот только, как вы, наверное, уже догадались, не все такие тесты заканчивались успешно. История с борщевиком как раз относится к числу неудач. В то время в СССР были трудные годы, и сельское хозяйство было необходимо как можно скорее восстановить. Требовался неприхотливый и высокоурожайный корм для скота. В 1940-е годы руководство СССР узнало, что в Северной Америке уже имеется нужное скоту растение. Сочное, высококалорийное, не требующее ухода и к тому же вырастающее на несколько метров в высоту. Ну просто какая-то золотая жила, которой срочно надо найти аналог. Селекционеры провели исследования и определили, что для их региона наиболее подходящим кандидатом на эту роль станет борщевик. Вообще видов этого растения существуют десятки, но специалистам из СССР понравился именно тот, который позднее назовут борщевиком сосновского. Данный вид произрастал в горах Кавказа и в Турции. Начались опыты, цель которых была уже предельно ясна. Образовать отдельную культуру на основе борщевика, которая исправила бы положение в сельском хозяйстве. Но мало кто мог подумать, что из обычного эксперимента с мирным посылом получится нечто ужасное. Поначалу все шло хорошо, и на радостях люди засеяли этим борщевиком множество полей. Люди начали ждать и надеяться, что этой культурой вот-вот заинтересуются животные. Однако скот ел борщевик совсем неохотно. К тому же, вскармливаемые борщевиком животные плохо набирали вес, качество их мяса ухудшалось, а молоко становилось горьким. В двух словах, эксперимент провалился. Ну что, может тогда просто загубить борщевик и избавить от него всю засаженную почву? Звучит оптимистично. Вот только сам борщевик сосновского явно не был готов к таким исходам. Выяснилось, что его корни ушли под землю на расстояние до двух метров. При этом сам паразит вырастает до пяти метров в высоту. Но и это было еще не самое страшное. Во время сбора урожая стал ясен неприятный факт. При прикосновении борщевик сильно обжигал кожу. Рабочие, которые заготавливали борщевик, получали серьезные и долго не заживающие ожоги, которые для некоторых оказывались даже смертельными. Из-за этого фактора многие люди перестали бороться с растением и сдались. Сам же борщевик чувствовал себя прекрасно и эффективно размножался, захватывая новые территории. Равнинные почвы пришлись ему по душе, ведь растений и конкурентов поблизости не оказалось. Сегодня борьба с этим растением все еще продолжается, ведь победа над ним всего на одном конкретном поле может потребовать не менее двух лет. Настолько он вынослив и силен. Следующее растение, к счастью, уже не такое крупное и страшное, хоть все еще и опасное. Оно называется повелика, и по сути это такой паразит без листьев и корней. Выросла данная бестия в тропиках Америки и Африки, откуда быстро перекочевала на север и на юг. Причем пока это переселение происходило, она еще успела разделиться на сотню новых видов. Говорят, что ее развитие продолжается, и сегодня наука знает о более чем двухстах разных видах повелик. На вид повелика совсем не страшная, она скорее напоминает запутанный тоненький шнур. Причем так называемые провода в нашем случае могут быть совершенно разных цветов, от красного до зеленого. На этом самом проводе располагаются цветочки, которые обычно имеют похожий на стебель окрас. Происходит же ее паразитизм следующим образом. У повелики, как я уже говорил, нет корня. Поэтому она крепится не к почве, как остальные, а сразу к какому-нибудь зеленому собрату. Происходит крепление благодаря присоскам, которыми она же размягчает поверхность своей цели. Как только стыковка считается завершенной, паразит начинает высасывать из растения всю влагу и питательные вещества. Растение, которому не посчастливилось стать донором для паразита, начинает ослабевать. Нарушается обмен веществ, оно заболевает. В общем, растение хозяин постепенно и планомерно погибает. Причем подвержены такому нападению буквально все. Уверен, будь у деревьев ноги, они бы сразу убежали с поля, на котором объявился бы этот паразит. Кроме того, предотвратить появление повелики очень сложно. Ее семена появляются моментально, стоит сортировщикам слегка зазеваться и плохо очистить зерно. Так, повелика с удовольствием распространяется при помощи животных и автомобилей, а еще ее семена легко разлетаются по воздуху и даже плавают по воде. Венере идет про другие листья, какой-нибудь мусор или те же капли дождя. При раздражении двух волосков генерируется так называемый потенциал действия, который передается от одной клетки к другой. Именно он и стимулирует конкретные клетки к напряжению, из-за чего возникает закрытие ловушки. А когда число затронутых волосков дойдет до пяти, растение получит сигнал о том, что пора выпускать секреты и ферментировать врага. На одно такое полное переваривание в среднем уходит около десяти дней. Когда процесс будет завершен, ловушка откроется настолько широко, насколько это вообще возможно, и сбросит останки насекомого в сторону. Пройдет несколько дней, и ловушка вернется в исходное положение, снова выжидая врага. Хура! А теперь речь пойдет об удивительном растении из Северной и Южной Америки, которое также называют дерево динамит. Предлагаю не уделять время вводной части и сразу перейти к делу. Ствол этого дерева покрыт небольшими шипами, что защищает его от разных нежелательных гостей. Плоды же, главная фишка растения, напоминают тыкву, только более компактную. Данная коробочка с долями лишь выглядит мило и безопасно. На самом же деле, по достижению зрелости, она раскрывается со взрывом и выбрасывает семена со скоростью до семидесяти метров в секунду. Сок хуры вызывает сильное раздражение кожи, при контакте с глазами ощущается сжение, возможно, временная слепота. Да что там сок? Даже дым или опилки этого растения могут вызывать раздражение, а случайное употребление плода в пищу запросто приведет к конвульсиям, галлюцинациям и даже летальному исходу. Любопытно, но несмотря на всю токсичность растения, для птиц оно совершенно безвредно. А еще индейцы, которые узнали о свойствах этого дерева раньше нас, начали собирать его плоды и смазывать их соком стрелы. Но не для атаки чужаков, а для охоты на рыб. Ведь, как выяснили ученые, токсин, содержащийся в этом дереве динамите, особенно токсичен для рыб и других животных. А на этом все. Напишите в комментариях, какое растение показалось вам самым опасным, а также ставьте лайк и подписывайтесь.